Гостям мы рады всегда, особенно если это дети, любознательные, неравнодушные ко всему новому. Ребята ловили каждое слово своего экскурсовода, сотрудника телекомпании Константина Брылова. Тот, в свою очередь, старался донести до всех понятным языком сложную специфику работы на телевидении. Корреспондент берет кассету или флешку у оператора. Оператор отвечает за картинку, звук и те планы, которые должны будут быть сняты. Услышать одно, а попробовать совсем другое. И если бы на каком-то производственном предприятии ребят вряд ли бы допустили к технике, то здесь каждый желающий смог посидеть в кресле ведущего, постоять за камерой, в общем, примерить на себя роль журналиста-телевизионщика. Внимание, Дима, мотор пошел вперед. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях Ваня. Интересно сниматься, интересно работать сама. Узнает новые места и вот такие новые места потом передаешь всему городу. Ты многое всего узнаешь, тебе снимают, ты выкладываешь всему городу. Выкладываешь все тайны? Да. Или всю правду? Правду. Воспитатели также с интересом слушали нашего экскурсовода. Профессия журналиста открылась перед ними в новом свете. Для меня это вообще открытие, потому что те вопросы, которые у меня были по работе телевидения, я это все узнала. И я была, честно говоря, удивлена, потому что иногда вещи, которые кажутся очень сложными, оказывается, что их очень просто делают. А то, что казалось, что это просто, оказывается, это такой процесс, ну и долговременный, и сложный. И мне очень понравилось. Я бы еще сюда пришла, если честно. Приходите. Двери нашей студии открыты для любознательных и желающих поближе познакомиться с такой интересной профессией. Профессией тележурналиста. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.